Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности Божество за Грузию проходить Seedmare Civilization 6. Какой у меня тут челлендж, что я вообще тут делаю, об этом во всём в первой серии, если вы её пропустили, то лучше перейти к ней, ссылка есть в прикреплённом комментарии, кликайте быстрее на него, жамкайте, переходите и там всё слушайте. Спонсоры канала, все серии видят сразу, большое вам спасибо за поддержку, и давайте, в общем-то, продолжать, давайте продолжать. Тут я собираю артефакты, вышел я опять в Золотой Век, конечно, за Грузию это очень приятно, практически всегда получается, давайте... Наверное, пульс паровой машины, ну, потому что здесь живут драконы, бессмысленно. Реформа денежного, потому что я уже все континенты нашёл, на других я не буду селиться. Реформа денежного обращения, плюс три города, за каждый специализированный район, я могу только в города-государства отправлять, а там обычно один-два района. К оружию, возможно, возможно, надо подумать, и пульс паровой машины нормально будет работать, потому что у меня соседство компусов, в общем-то, неплохие. Четыре, ну, то есть восемь даже в данном случае можно сделать. Пока оно четыре, но я могу поставить карточку, блин, реально, у меня столько компусов на плюс четыре, очень даже неплохо получается. Не, наверное, всё-таки пульс паровой машины. Кстати, а я единственный, кто вышел в Золотой Век, да? Кайф. Может, там ещё города у Александра отвалятся в мою пользу. Чудес света от промышленной и старшей. Ну, и плюс одну очку эпохи за каждое здание промышленное. Попробуем. Попробуем. Так, Мохенджи, дароновое задание, торговый путь. Кстати, тоже можно попробовать сделать. Так, ищем тут артефакт, ускоряем двигатель внутреннего сгорания и свою рожу я выключаю. Куда мы тут в химию надо идти, конечно же. Два района пригорода я уже никак не ускорю, потому что даже ещё не открыл пригород. Ну, просто прямой наводкой идём в двигатель внутреннего сгорания. Так, что мы тут сделаем? Тут железную дорогу и вот так железную дорогу. Прокладываем железную дорогу. Потом, тем более, ещё в химии. Почему в химии? Не только ради лап, но и ради горного туннеля. Мы тут соединимся. Буду следующим ходом посмотреть, не отваливается ли Александропа. Ну, я сомневаюсь. Хотя, слушайте, это всё пять жителей, вообще-то. Я ещё прикалываю, что Сетия не отваливается. А, нет, Сетия как раз отваливается. Сетия как раз отваливается. Так, что это у нас тут плавает? Разве мы разрешали плавать? К тому же на сборни заплатили грузинским пиратикам. Как мне нравится тут всё грабить. Каждый ход плюс один к научным изысканиям. Стоим. В Тбилиси угольная электростанция. Угольная электростанция тоже достраивается. А в горе, что я построил, торговца. Наверное, надо шпионов. По вопросу, в каком городе? В Тбилиси или в горе? 16 жителей. Собор Василия Блаженова. Катакуин, Эрмитаж. Это ничего не интересно. А шпионов у нас одного надо. А, наверное, следовательские гранты. Знаете, я качну пингалу на грант. Блин, хотя тут ещё ценитель не взят. Даже ценителя возьмём. Немножко культуру улучшу. Чё по великим людям. Ща получу Горацио Нельсона. Мгновенно строит маяк и верфь. Я уже, по-моему, в конце прошлой серии размышлял, что он нам тут не особо и нужен. Что у меня везде, где я хотел, гавани построены. Даже в Гонконге может пропустить Горацио Нельсона 50% к бонус-атаку с фланга. Вряд ли мне это понадобится, на самом деле. Я, наверное, пропущу Горацио. И это учёное мне не нужно. Ну, и её, наверное, кто-то раньше возьмёт. Даже если я буду читать проект. Так что давайте следовательские гранты. Канализация, Росакхаз, ступенчатые колодцы. Так, здесь шпиона. Тут мы, естественно, историю открыли в урбанизацию. Кстати, мне бы корпусов поделать, между прочим. А, вот что мне надо построить, ребятки. Надо пушки построить. Так, давайте-ка вместо бонуса соседства для промышленной зоны поставим... ...плюс 50 при подготовке антикавалерийских юнитов и ближнего дальнего боя. И сначала точно пушечку. Даже две, скорее всего. Так, шпионы я тут продолжаю строить. И здесь пушечку. Сколько у нас вообще... Две бомбарды, две пушки. Ну, сначала вот пушки. А линейные пехотинцы у меня все с уровнями? Три, два, два. Да, надо будет ещё линейных пехотинцев, очевидно. Артефакт. Давайте Александра возьмём. Куда он бегал у нас? Махенджи Дару хочет караван. Давайте, хочет отправим. Кстати, я должен получить, по идее, два посла. То есть будет сейчас не 18, а 20. Сейчас проверим. Ну, всё ещё способность Грузии. Если город-государство в вашей религии, то двойное количество послов. То есть, если я подведу вот так. Да, есть бонус за атаку с фланга. Галера захватывает боевое знамя ветеранов противника. Так, всё разграблено. Ну и чё тут дальше грабить? Сюда, наверное. О! Так, тут я мёд хотел. 162 веры. Ну, такое... Почему мёд веру даёт? Не понимаю. Морские порты. Деньги копим на покупку лабораторий. Тут морской порт есть. Фабрика тут не нужна. Соседство тут маленькое, да? Единицы. Так что давайте этого линейного пихать. А, селитры не хватает. Один ход отложу. Просто отложу один ход. Будем строить тут линейного пихать. А вот ещё Александрия, Прафтазия. Ну, тут священное место нужно. Фигаси, плюс 5. Конечно, рядом с чудом. Вау. Просто вау. Ну, кто мне объяснит? Я думаю, вы ещё в прошлой серии писали. Ну, вот уже стоят два корпуса и армия танков. Армия танков. По идее, ну, вот в руках человека они бы Гонконг взяли. Ну, не за один ход, но точно бы взяли. Причём он компьютер нифига не делает. Я без понятия. Давайте отменим все торговые пути к Риму. Ну, он, конечно, не отменится, но... Давайте к лояльности мне. У меня золотой век. У меня точно не будет... Не к лояльности, а к приросту. Мне минус 5 лояльности не страшно. Так, плюс 4 к Ацтеку, прирост у Чингисхана, ну и всемирная выставка. Тбилиси – крупнейший город. Это 15 жителей. А интересно, в каком веку Чингисхан в нормальном? Тогда ему тоже, наверное, не помешают эти минус 5. Так, а что я тут хотел? Убрать тропический лес и поставить, наверное, шахту. Но я тут не поставлю шахту без... Без того, чтобы убрать... Артефакт. Ладно, давайте пойдём тогда бананчики. Подобываем. Аккад 16 монет. Блин, хочется, конечно, но он же объявит войну и всё на этом закончится. Так что давайте... Давайте... Привычное нам Тбилиси отправим. Ой, блин, а он же тут проплыл мимо. Пак. А как так произошло? У него что, зона контор... А, война закончилась. Ясно. Сейчас кто-нибудь опять Аккад пересоюзит и опять начнём... Бицо. Так, тут всё исследовано. Тут, наверное, просто держать каравеллу. Кстати, а давайте как-то галеры ещё пообъединяем. По идее, должно меньше давать... содержание. Блин, ну и фиг ли ты сюда высадился? Вот гад. Ладно, тогда... будем театралку. Даже, наверное, отойду. По-моему, двух ходов хватит подходить, потому что он меня может этой кавалерией... Ещё танчик плывёт. Нифига себе. Попробуем их тут поперехватывать. Это что-то как-то... Так, ну, шоколад хоть хотя бы деньги, блин, веру даёт. Зачем мне столько веры? Даже купить нечего. Блин, может, вот так надо было покупку армии за веру строить. Чё я режу в этот раз разведывательное? Банк вают хай. Наверное, биржу. Ау, чуть-чуть я под шичикалька подставился. Ну что, ты будешь двигать? О, начали выдвигаться танчики чуть вперёд. Ну, вообще... Выглядит, как же он вполне может меня тут взять. Я не знаю, правда, почему... Ну, через реку было, но всё равно. Так, куда тут танк делся? Видимо, обратно заплыл. Вообще, можно в Гонконге какую-нибудь... Вообще, я химию открою, и там ПТ-команды. Вообще-то... Ну, это 8 ходов? ДПТ-команды-то? Хм... Давайте зайдут встану. Вот у нас... Блин, наплывать. Есть канализация. Семь ходов до химии. Это каперы сюда подводить. Будем обстреливать танки. Первый флот готов к отплытию. Прикольно, что есть у меня давным-давно армады есть. Но первый флот только сейчас готов к отплытию. Заведу... Починить броненосец. Блин, надо еще проверить. Меньше я плачу за содержание. Давайте вот так проверим. Значит, 84,5. Нет, то же самое. Просто будет меньше юнитов. Ну, они нужны рабочие... А, с Акадом не воюю. Так, ну тут просто здоровье с развлекательного. Я думаю, что нету смысла грабить. А вот... А вот порт на 330 монет. Это круто. Блин, очень жаль, что я не могу на ту сторону пока проплыть. В общем, у меня тут вот основные. И мне бы там флот очень помог. А тут у меня, видите, одна клетка закрыта. О, я тут увидел броненосец, кстати. Нехорошо. Так, ладно. Морской порт. Блин, я больше волнуюсь за это сейчас в броненосе. Этот текст и нет, он пока не поехал. Как он... А как он Капер увидел? Подождите. Блин, убил мне Капер просто избил чем центром города. Строительство всех чудес, строителей, фермы на лугах. Мне, наверное, пока ничего не меняем. Что там юниты надо строить. Все вставляем как есть. Тут, кстати, может залить. Железную дорогу затопить. Да. Аж три клетки. Так что мне бы... Сука вообще там... 19 ходов. Но я вряд ли выйду. Компьютеры. Так быстро. Блин, что меня преследует? Проблема в том, что... Эти больно бьют по кораблям именно. Дон, приносит... Главное, он в тлакопа не так... Шустро успел починить... Блин, где броненосец? Вот он. Я его поатакую. Флот и каравел все-таки против броненосца действуют. Не флоты, а армады. Армады. Так, есть готова первая пушечка. Сюда ее отправляем. Одна пушечка тут будет доделана. И линейный пехотинец. Что нам еще мы можем... Корпуса сделать? Скауты. Ну, бомбарда требует селитру, к сожалению. Как и линейные пехотинцы еще требуют селитру. Ну, тогда, видимо... Все-таки исследовательские гранты. Тем более, я могу как раз гранты дать. Плюс 100% великих людей. Надеюсь, этого ученого кто-то до меня заберет. Это я все-таки пропущу. Адмирала Нельсона пропущу. Блин. Мне тут каперы нужны опять. Тут кучу всего грабить. Мне пшеницу. Давайте вот так, наверное, сделаем. Так, вот тут бы я... Тут я просто все вижу. А тут вот где-то киросир плавал. Я его явно не убил. Что-то опасаюсь. О, караван. Правда, тут еще... Наверное, все-таки порт разграбят. Блин, ну хана каперу будет. Черт. Броненосец-то его разберет. Мне, кстати, надо мои каравеллы поехать и просто в броненосца апнуть. Деньги есть. Ну, хотя, с другой стороны, я хочу лабы купить. Я хочу лабы купить. Блин. Если бы он мог плыть после разграбления, я бы пограбил атак. Не, жалко терять капер. Это будущие подлодки. Так, келва это дополнительно 11 послов. Возможно, ваншан отправить. Так, ну, нужно священное место. Несмотря на отсутствие соседства. Хотя вот тут можно. Давайте, наверное, вот сюда. На эту тундру. Собор Василия Блаженного слишком долго строится, чтобы беречь тундры. Создание строителей всех чудес света. Ну, я пока оставлю на производство юнитов. Хотя, слушайте, пушка один ход, и тут два. Нет, давайте, наверное, вернем соседство промышленных зон. Три хода. Один ход. Нормально. Так, ну что. В принципе, аншан, я же... А, да, в православии, аншан в православии. Ну что, пробуем его... Сюзерей, потому что сейчас будет по два посла отправляться. У меня их 11 было. Это чисто для того... Во-первых, науку мне будет аншан давать очень прилично. Каждый шедевр и каждая реликвия по науке. Ну и плюс он еще... Да, ну, конечно, армия у него... Короче, его сейчас... Хотя 92 силы, я не уверен, что Рим... Ну, во-первых, я сейчас отвлеку... Да ладно, сразу перекупили. Перекупили. Как так-то? Чего мне каперы там ваншотают? Как он их видит-то? Так, да, здесь, наверное, сразу даже два отправим. Так, вот, что-то... Нельсона пропускаем. Так, эту пушечку... Куда подвозим делать? Бориса. Куда Бориску? Блин, единственный город, который я вижу, где можно было украсть деньги, и то там не удалось. Представляете? А, нет, еще позволяют. Так, а где у меня еще? Контрразведка в Георге. В Тбилиси. Так, этого куда? Может, еще какую видел с центром коммерции? Ну, Каракорум. Только Каракорум. Вот, вот, Бабананго. Попробуем здесь еще. Тут могут варвары плыть. Поэтому и ставлю там смотреть. Так, если я убью... Если я убью этот броненосец, не убьет ли мне Акад мою армаду? Какой вообще шанс, что Акад засоюзит? Ну, я бы рискнул, но, честно говоря... Ух, 35 веры. Честно говоря, очень обидно будет. Если так, на самом деле, и произойдет. Танковые армии римского Гудериана под Гонконгом просто чилят. Ну, я бы здесь просто так стоял, контролировал всякие проплывы. Пограблю. Чтобы мне тут больше броненосцев не делал. Шпион в горе. Ну, видимо... Видимо, и слезетские гранты. Надо быстрее химию открывать. Кольцо обозрения. Аквапарк надо доделать. Фабрика... Угольная фабрика. Что тут очень мало производства в этом городе. Фуф, никто не засоюзил Акад. Блин, опять что ли, перекупили Аншан? Нет. Это, видимо, прошлый ход был. И, как я и предполагал, рим повел туда... Танки. Так, первый корпус. Второй корпус. Следующим ходом третий сделаю. В первую очередь, железную дорогу на линии фронта. Не буду атаковать, потому что это меня выманивает под выстрелы сети. Так, по идее, вот эти еще артефакты мне сейчас науку дают, да. Ну, это от Аншана. Что мне там вырубать с другой стороны? Давайте лучше здесь холм просто обработаю. Тут, если вырубать, то уже сразу ставить шахту, а у меня зарядов больше нет. Ну, по идее, должен выжить. Еще раз грабанул. Для того, чтобы он тут не мог юниты построить в эту сторону. Видите, гавань починил и сразу забахал... Танчик. Делать ли мне канализацию? Лишко много жилья. Что-то демократию неохота ускорять. Наверное, продолжим гранты. С пингалой-то. Да нет, у меня что-то даже шпион сидел, чтобы пингалу не убрали. Вот гад. Кто-то. Не написано, чей вражеский шпион. Делать ли мне танку. Так, наверное, буду капером тут контролировать ремонт. И последний корпус. Вот, ускорили мобилизацию. Урбанизация. Потом в мобилизацию пойдем. Так, ну по количеству наук я уже вырвался вперед. Однако по количеству технологий... А, я не могу даже посмотреть, кстати. Точно, у нас включена только военная победа. Так, а вот давайте мы вот этого парня... Попробуем убить. И здесь канализация не нужна. Блин, жалко, конечно, в Тбилиси. Ну, а все, там расти есть куда пока что. Так, а вот тут нам что делать? Слушайте, а я на аквакультуру Токлян еще и не прокачал до сих пор, да? Лучше бы я вот на аквакультуру вместо грантов. С другой стороны, я знал, что у меня сейчас уберут. Пингалу. Но все равно жалко. Напоминаю, что у меня есть Венецианка. То есть у меня все корабли будут двойными делаться. Нет, Капер не хочу. Наверное, тоже будем следовательские гранты. Аютхая голодает. Даже несмотря на накорми мир. Ничего себе. Минус 3. Так, ну надо какую-то клетку. Давайте, наверное, просто куплю вот эту клетку. Минус 1. А почему? Я ж вроде ничего не убирал здесь. Ладно, пока не буду покупать. Поберегу еще на лавы. Я сейчас за лавы еще получу кучу бонусов. Ну, к эпохе. Это все здоровье даст. Нету смысла грабить. Еще никаких районов тут. А, наверное, возвращаюсь сюда в надежде вот тут пограбить что-нибудь. Очень хорошо Мохенджи Даро стоит на пути ко мне. Так, Аншан. 16. Может, на всякие пожарные просто еще один, чтобы быть уверенным, что никто не перекупит. Слушайте, а Манниш, наверное, там будет считаться за четырех послов, получается. А не за двух. Морской порт в поте. Так, могу... Ну, наверное, кампус надо. Правда, без соседства будет. Ну, плюс два. Плюс два. Я бы его сюда поставил просто на тундру. Даже без соседства. Потому что тут слишком мало клеток для нормального развития. Поэтому просто без соседства. Ну что, попробовать в компьютеры и успеть... Еще раз посмотрю. По-моему, я смотрел, что тут не так много. Ну, то есть вот тут затопится, уйдет. Ну, тут жалко еду. Но с другой стороны... Собственно, ну вот еще киловокисевань. Мне в компьютеры все-таки надо сходить. Ладно. Ладно! Блин, тем более это через авиацию и радио. Блин, так... Еще долго ходов. 18 штук. Так, я смотрю, где мне покупать сначала лабы, где меньше всего производства. Гонконг, Аютхая, Хашури. В Гонконге нету еще кампуса. Аютхая. Лабы 1760. Уфигасия. Покупаем, конечно же. Во всех остальных строим. Так, ну стоим. Ждем, если он отремонтирует, чтобы сразу разграбить. Блин, тут камни керосир сейчас не проскочит. Хотя, куда он проскочит? Тут. Давайте я даже вот этого сейчас приведу. лабы сначала. Потом аквариум. Так, тут святилище. Надо все по священному месту сделать, чтобы город рос. Такого нам флотоводца неизвестно пока. Ну и тут... Я думаю, что Македония все-таки раньше эту ученую заберет, слава богу. Я сегодня могу ее использовать. Так, сначала вырубаем. Тут 2-й да все равно остается. Опа, тут строить нечего. Ничего себе. Ну, канализация тут бессмысленная. Еды нету, чтобы куда-то расти. Так что если здесь какие-то гранты... Блин, 1760, конечно, лаба стоит на этом... На этой скорости дороговато. Красиво, у меня, конечно, железная дорога. Круговая. Если бы еще Махенджи Даро был... Моим городом. Ну, что он тут ко мне не побежал, так что можно засунуть обратно в город. Все еще не починено. Ладно, стоим, ждем тоже. Какая-то странная буря. Где-то на полюсах. Притягивающая военная академия морские порты. Ну, в принципе, у нас морских портов военная академия точно одна есть. Ну, а с другой стороны, мне и ремесленники нужны. 832 золота. Зашибись. Так, начнем. На... Блин, технолог... Ну, наверное, время выполнения заданий все-таки круче. Тут надо будет даже несколько сделать этих. Тут, конечно, вот где-то, чтобы проход был насквозь. Но, например, если здесь сделать тоннель и здесь, то юниты мгновенно будут отсюда туда перемещаться. Ну что, ваншан запустить может? Ага, по земле... Вот тут, по-моему, почему-то по земле идет вместо того, чтобы по воде идти. Почему? Потому что железная дорога, что ли? Блин, что-то прощемилось все-таки киросир. Прощемился. О, кто-то кампус починил. Наконец-то, а то у меня навыки убирает ниоткуда. Блин, ладно, отправлю в Ваккад. Все равно, если он объявляет войну, эти не пропадают никуда караваны. аншан он решил не захватывать, да? Киросира бедного обстрелял из пушечек. из танковых пушечек. Отстейки грек почему-то пропустили эту писательницу, хотя писатели же одной тоже дают. смысл было ее пропускать, не понимаю. В отличие от других таких людей, писатели, художники и музыканты дают одно и то же абсолютно. Так. Я решил ничего тут не менять. выжженную землю. Александрополис. Александрополос. Так, конечно, по сравнению с армиями танков Рима у греков какая-то фигня полная. Да, блин. Вулт томительный, а, чувак? Что, не добиваю? мне 620 дорого не буду апать. Тут очень надо серьезно контролировать море, значит, кто угодно ко мне может приплыть. и зажоку упустить. Так, вот это ну, посмотрите, как бы, на самом деле он меня не видит, но если он подвинется и куда-нибудь сюда бомбардует, вполне может мне капер убить. блин, 8 ходов лаборатория. Я могу купить в поте потом лабораторию, да и в Александре Прафтазии могу купить. я к тому, что лучше тут буду строить лабу. тут еще кампус не сделать. Слушайте, может у меня лучше тут кампус на плюс 4, а потом уже верфь. Или сначала верфь. Все-таки 4 производства. Нет, давайте сначала кампус. все-таки обидел. я в него каравана отправил. Куда танк приплыл-то? Тестит слайдь. а как это мне? Значит, наверное, надо так сделать. дальше так 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 работаем по танку по армии танков знаете, вы выглядываете вы в окно а у вас в порту армия чужих танков приплыла. А если вы живете в Хашуре, который очевидно не прибрежный город какие там в Грузии Батуми точно прибрежные я помню не знаю стоит ли мне абхазские называть типа пицунбы ну это он хорошо конечно подставился минус армия танков по-моему зашибись так а я не могу еще пингалу назначить могу так хочу ли я пригород тут построить ну возможно попозже я и построю но пока следовательские гранты убился от меня или или уехал куда-то что-то не видать убил и тут меня не обстреляла бомбард кто-то грабит кампус вряд ли кто-то здесь просто кто-то прибежал и убежал все не будем проверять кто-то грабит кампус так кстати нацпарк а давайте мы блин для этого охраны природы надо было черт ну у меня просто очень мало культуры поэтому я никак тут нацпарк не ускорю а мне надо идти в компьютеры но нацпарк я построю вот тут вот нет тут кстати не ставится нацпарк где у нас тут возможен нацпарк вот тут нет опять не тот треугольник вот тут было бы возможно если я кампус не поставил вот возможен нацпарк кстати главное камень не обрабатывать вот тут нацпарк возможен хотя тут для одного города должен принадлежать мне возможно тогда нет не ну так я не хочу отправлять ладно в Кутаиси отправлю еще еще армия танков поехала блин а они кто-нибудь между собой воюют то я тут начну Александр с Горго ладно но Александр и Горго отстающая а вот эти ребята с корпусами танков выглядят серьезно так давайте наверное покупаю Гуртвару ну что купить тут наверное лабу а биржу строить 276 так ну пока вроде норм вот единственное я думаю что ошибку я важную все-таки совершил надо было брать покупку юнитов за веру строить здание не разведывательное управление я что-то решил что я буду по науке отставать а сейчас вот эти корпуса ну это серьезно я могу сейчас ПТ-команду купить и все например что он мне сделает а строить ПТ-команду я не хочу когда у нас есть лабы с другой стороны он просто стоит танками и ничего тоже не делает так куда тут эти танку это наверное вниз там поле ливана просто уровень возьмем что-то мало починил и не пограбить больше как он тут стоял стоял бомбарда и просто свалил ох компуктер компуктер ой использует зону контроля я бы против танков взял зону контроля так нам как так встать чтобы танк не сильно хорошо мог проплыть высадившись тут наверное быстрее на этого ученого начитая забрали уже так дает мне о классный вот этого мы заберем чувачка дает необходимое количество послов чтобы стать сузереном города государств затем удаляет из города всех послов других игроков то есть мне надо в принципе только как я таким макаром могу пересоюзить а тут тут не сильно он хорошо сыграет атаки антикавалерийских юнитов ближнего бой носят полный урон городским стенам я бы конечно больше магадиша хотел юрусалим тоже можно было бы но его нету клетки на воде то есть мне негде задействовать этого чувака так что наверное в магадиша от магадиша не грабят торговые юниты на водных клетках тоже в моем случае не особо но зато денег немного даст магадиша не буду я там его покупать прям за веру но надеемся что заполучим так священное место пожалуй плюс два плюс два блин у меня денег нет выкупить эти клетки о следующим ходом александрия вот эту клетку присоединит я просто передам гонкон на один ход отложим хорошо тут подвезло рим реально наклепал танчиков если представишь или сейчас такой муссолини такой сидит представляет меня эфиопии присоединилась клетка зашибись может тапнуть в армаду броненосцев с другой стороны азнафига так это к какому городу у нас круставе еще будем контролировать как интересно компьютер поступил сетью такой ну блокпост через лигурийское море сделал я просто удивлен что она не отваливается никак хотя у меня золотой век а у них нормальный печатание на 50% сколько я имею науке с верованием 40 15% в общем то почему пела не обращается 60 ходов 15 87 12 да слушайте если бы не война я бы точно мог пытаться религии победить кстати нет сейчас не смогу но сделал оставить там рабочего могу захватить следующим ходом попробовать опять армия танков тут лаба наука ну инвестиции следовательские гранты мне кажется надо культуру поднимать так вот от мародерства конечно вот это конечно круто поставить но дело в том что на данный момент у меня каперы все разграбили и убирать вместо этого ставить вместо какой-то этой карточки мне кажется жалко вообще может вместо ремесленников нет ладно постоянно что-то строю лаба тут аквариум вообще конечно надо бы лян через 10 ходов на аквакультуру и наконец здесь эту аквакультуру сделать клетки офигительные но я как-то слабо это использую так тут я вдоль побережья все равно сделаю железную дорогу и будем продавать билеты чтоб люди плавали и плавали ехали на поезде любовались в окошко не нужен рабочий отлично все еще не отремонтировано я бы просто тут стоял 4 посла наверное пока никуда не отправляю вяжем послов на случай если махенджи дару или аншан перекупят лаба в руставе военный лагерь центр коммер блин аэродром негде ставить да нету ровной площадки это жалки аэродром построил заповедник давайте на 1 строителей подакву культуру гордовару покупаем город растет следующим будем кампус строить что попробовать собор василия блаженного кстати можно вот собор василия блаженного сюда-сюда тогда театралку а не кампус давайте попробуем в основном случайно инженеров вообще вот этот инженер позволит давайте я его куплю дает производство максимум до половины вашей текущей золотой казны уменьшает количество вашего золота на сумму в два раза больше полученного производства не очень прям самый классный но зато собор василия блаженного в этом городе по-моему неплохо зайдет мне для него нужно сколько 920 20 то есть то есть то есть надо покопить немножко золота таблине таблине вот тут надо было стоять капером чтобы без проблем захватить рабочего в доме еще капер я как-то так потерял ради рабочего с одним зарядом фу так а что с алюминием ребзя алюминий то и будет у нас нет блин махенджи даро алюминий а так он мне уже дает его каким-то образом я уже 20 накоплено почему-то странно то есть махенджи даро уже давно мне дает алюминий ну кайф кстати это очень здорово да минус 12 расходуется но я все равно буду жили или может хватит тогда уже железную меня только не соединено Рустави и Кутаиси тогда пожалуй остановимся вот тут надо будет железную дорогу проложить так а этот будет здесь делать тоннель так дает половины вашей текущей то есть он даст ну 500 производства считаете а здесь надо еще 860 так что стоим ждем археолог приперся так универ лаба ну что уже на 100 опережаем количество тех мы не увидим компьютеры 5 ходов а затопление 2 хода начнется надеюсь все таки эти клетки как-то спасти у тебя в Гонконге вообще производства нету тоже и тут надо киллу кисева не спасать и тебе получай плюс 15 процентов к типичным бонусам матаншана и махенджи даро так я думаю что можно еще один точно ход пропускать значит нам требуется 800 то есть 1600 у нас 1100 аэродром аэродром 13 население опять и ну нету 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 ровного местного тбилиси я могу аэродром поставить только у меня до 16 жителей тут то есть куда так что 5 ходов так что 5 ходов будет аэродром смотри 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 какой красивый археолог у меня есть корпус корпус тундровых артистов он обозвал корпус воинов второго уровня прикольно а подожди так еще я стою жду я же уже открыл возможность так мне надо тут какую-то клетку из этих выкупить к сожалению дальше придется все-таки постоять подождать гуманитарная помощь александру я не принимаю потому что тогда мир заключу если пройдет поэтому чисто пойду все дипломатически не победить смысл с другой стороны я могу вот здесь и вообще вот здесь ты нафига тут железную дорогу строил давайте наверно тогда реально создам горный тоннель тут этим с этой стороны пойдем даже наверно вот сюда надо идти я бы по одному заряду сохранил чтобы пусковые шахты сделать так ну после компьютеров в улучшенную авиацию собственно и начнем александра ты это чё каждый ход будет он комиссию будет археолога приводить за ручку так значит это даст 610 производства нам надо семьсот семьдесят еще подождем ну нету смысла я все деньги сразу потрачу а не будет доделано еще а мне еще три хода в общем то можно спокойно ждать я морскую плотину хочу строить блин тут еще гавань делает мне не нравится ацтек гавани делает чтоб ко мне уж мне ацтека в начале потому что вот от этих как-то ну проще а у ацтека именно морские юниты и они будут очень это будет очень неприятно эти камень обработаем продолжаю рабочих тут клепать прям сразу готов россия с беспорядкой время выполнения заданий и вербовка партизан придется что контрразведка мне для этого шпиона не нужно ну а где я вообще могу пусковые шахты струну тут например он прикалывается я уже даже ведь его не заметил сначала что он тут стоит так наверно жду просто до открытия компьютеров я точно смогу достроить к этому моменту игра я сейчас начну плотину опа кто это тут приплыл у нас дяденька такой оранжевый идет нам за дяденьку такого красивого занесло тут лаба готова видите могу район строить но опять нету ровной территории для аэропорта чем можно еще знаете что авианосцы в авианосцы выйти но все равно для строительства самолетов нужны аэропорты в первую очередь да нужен ли мне военный лагерь мне кажется нет зато можно аквапарк построить это добивает халкалаки ладно исследовательские гранты это грешку очередную иерусалим захватили блин а это а я думал его за собой чем рим но это очень вменяемый вот посмотрите он этот город вообще не никак не может удержать даже с хотя 37 всего ну в принципе все он сюда отправит губера то удержит в таком окружении а что там у колумбии темный век а у рима ну вот если они будут в одинаковом веке или или у колумбии будет больше ну лучший век то он не у никогда в жизни не удержит так берем этого флотоводца попробуем магадиша пересоюзить ну точнее мы можем пересадить до него доплыть надо каким-то образом два хода до аэродрома из отлично так один ход до плотин каждый ход просто каждый ход а давайте исцеляется недружественной территории можно будет не возвращаться один ход ждем до строительства орсакхаз иерусалим побежден добиваем получаем за это очки эпохи просто привел на убой мне дуболомов аквариум создает развлекуху ну тут видимо тоже исследовательские гранты больше не вижу других вариантов притя тут нету случайно вот тут можно будет аэродром построить тоже 16 жить ну блин ману очень хорошо что в тбилиси мы можем это сделать конечно территория такая не очень под аэродром и тоже все построено за военного инженера мне кажется не надо если здесь какие гранты опять он привел археолога это это прикол ну вот даже уже арта стоит он по-хорошему гонконг рим мог давным-давно взять почему вообще не искали танки не использовал при нападении на меня один раз использовал танк компьютер подвел его к хашури так что я его запинал каравеллами нормально так о даже не все деньги потратил а его из крас можно использовать о прикольно так давайте посмотрим в хашури гонконге плотина 14 ходов а затопление будет 7 ходов так я понял значит в правтазии таки делаем военных инженеров которые плотину в гонконге таки построят должны успеть вроде я давайте может даже не тут надо железную дорогу да давайте мы вот этими инженерами а где второй для второго для отдел второго инженера вот он все начинаем собственно насколько ускорит на 3 года всего мало матчу перри поплыл конечно ему не нужны эти киросиры стоят тут ждет когда когда мы их запинаем блин он куть тут кампус начал защищать пойдем то эти дипломатический квартал разграбим мой щас достроится вам надо твист и дизайн red да вот вот эта штука собор василия блаженного наконец-то наконец-то тундра приятная стала во многом тут кстати тоже надо будет морской планы тут три хода кстати она даже достроиться раньше чем да тут тут все нормально будет с плотиной тут у нас театралку надо пометить что у нас будет театра лачка на плюс 4 зашибись через шесть ходов кайф вообще тут клетки очень хорошие стали она конечно рабочего пригнать на не так вот это все надо отдать звук диде вот эти все клетки конечно же кайф и шахты тут сделать хорошие какие но это уже ребят в следующей серии спонсоры канала могут и прямо сейчас поискать в вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра мне кажется все еще как раз самое интересное начнется аэродромы нападение на александра македонского и путь в ядерке на этом все играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока